доброе утро друзья это не мои медали это медали моего друга лада саматуза все что тут вы видите вот эти вот рост эти медали это все что он завоевал на всяких всевозможных бесконечных соревнованиях и вы посмотрите какая погода сейчас попробуем показать как же тут красиво вот в этом чудесном сосновом лесу домик в котором мне посчастливилось жить и посмотреть какое чудесное утро утро замечательного соревновательного дня за что я обожаю вот эти места в литве именно за вот этот сосновый лес за этот запах соснового леса красоту соснового леса какой-то такой уют здесь кайфово здесь хочется просыпаться на горизонте первые облачка не знаю по ощущениям да вот еще и даже не первые видно что будет веселый ветерок для наших деревяшек значит будет гиги 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 значит мы классно полетаем второй самолетовательный день я почти уверен что разыграют сегодня посмотрим как это будет итак друзья погода бомба мы сидим с беда сам на всех случаев машине потому что нам холодно ну я как всегда в шортах но данный момент это наверное не вселяет меня какую-то радость штаны я забыл просто вообще из принтер в принципе забыл а сейчас стартует наш ретро класс начинает стартовать но кто-то стартует а мы с беносом откатились то есть вот планер мой вот беносом и сказали что взлетим попозже в этом случае фактически сейчас летит здесь от эстонцина от к 6 и откроет старт потому что вся остальная часть нашего ретро класса откатилась решил подождать погоду а все-таки не стартует еще это какой-то кого-то поднимают из микс-класса одна ошибочка вышла садится робин вот вильга сейчас подъезжает нашему к 7 я надеюсь что полет наш будет веселым порубимся в первый день я кстати хорошо пролетел вот там до поздней ночи был первым потом ребята на бланнике прилетели оказалось что она не уже улетели оказались что они слетали лучше меня но там было немножко проблема с постановка упражнения поставили два полный часа которые настолько хороша ли хорошо летали мы на деревяшках что не смогли не смогли никуда далеко улететь то есть у меня кончились круги вот эти вот кончилась дистанция то есть я отлетал час 45 прошел весь маршрут а время у всех все равно стало два с половиной поэтому новый спортивный азарт все-таки эстонцев тянет робин не свезло мне будет меня тянуть вильга робин хорош тем что у него двигатель лайкоминг соответственно более экономичный нежели вот этот мп там что-то там у вильги вильги жуткий прожорливый движок и самое главное что он еще и звезда и прежде чем эту вильгу запустить все вильга воды долго сливают с нее там отстой с цилиндров в общем короче я последний взлетаю друзья видимо руководитель полетов решил меня наказать за неготовность а это с одной стороны хорошо с другой стороны плохо то есть мне будет меньше времени чем подготовиться к старту на стартовом этом линии и второй момент что облака тают чем позже сегодня летишь тем сложнее поэтому чем быстрее сюда стартовать ну ничего уже летать мы же сегодня делаем эти видео для популяризации планерного спорта не какой-то там победы хотя это немножко тоже но если я рад очень что бенусу нравится бенус в восторге как я уже говорил в этом прямом эфире все спрашивают волков зачем ты ну ты все с ума сошел вот приехать на такие соревнования с электропланерами зачем тебе вот это извращение во первых мне очень нравится потому что на самом деле вот ли полетать на таком плане это 65 года выпуска это свой кайф а во вторых поддержать друзей которые все это придумали бенус энтузиаст таких мире посчитать по пальцам очень дружелюбный народ друзья очень все тут на аэродроме я сейчас еще членом клуба стал даже двух у меня я член вильнюсского аэроклуба плюс еще сейчас член кауна скоро клуба очень удобно у меня в вильнюсском аэроклубе висит планера 15 с этим могу уже секретную новость перестала позавчера быть секретной потому что деньги перевели за планер на канале у меня есть ролик про этот планер этот планер хотели вывести но не вывезли не успели я его все-таки успел купить и теперь я счастливый владелец этого планера и он висит у меня в юнинском аэроклубе я смогу на нем летать а в этом клубе у меня в камуском будет вот этот планер тоже под потолком висеть и 8 я приезжаю на его реставрацию грейте чем-то снять он будет герой ну что погнали фух потоки отцепился становились набор фух до буксировочка была не очень простая стоят в потоке рядом планировать они наши ветра класс по ветру немножко стоят пустина очень тяжелая была буксировка видимо вильга чуть-чуть перестаралась очень может и называется жалела и тянула на низкой скорости из-за этого у меня очень эффективно работали элероны внизу птички стоят потоки все вот собственно я подстроился туда ну вот друзья нормальный поток нормальная скорость погнали фух до птички мне сильно помогли это кто это аисты по моему ну-ка давайте посмотрим что это за птичка и я не аисты чайки и под чайками какой-то то ли самолет то ли планер мечется вот они прям чайки умнички до трех метров в секунду сильный поток да нормально очень хороший поток прям сказочный набирая на скорости 80 км в час ну попробую сейчас 70 стоит на 70 планер а на 50 летают кстати не на 50 валится вот уже что собственно свал был нет да и даже за парашютировал так конкретно нет и надо нам 50 60 70 спокойненько работает впереди еще какой-то планер стоит беленький передо мной крутится но я пока здесь свалилось на меня счастье виде стая аистов где-то не тут были только что я их видел сейчас найду прям целая здоровая стая это прям радует куда делись аисты друзья мои не бросайте меня одного я за вас вдруг практически ну-ка смотрим друзья внимательно много было могли куда-нибудь сместиться более правильное место дальше прямо по курсу планер еще один стоит пока я включал телефон продуплил аистов что ты будешь делать более чем обидная ситуация хорошо быть поток не продуплил а он там впереди планера давайте к ним перейдем они правильнее сейчас стоят против ветра прошли вон туда все сползаются не один я такой умный может по дороге аистов третьем вот нашлись ретро класс друзья перестроить левую спираль как тут все как все тусуются набираем друзья перед стартовый набор идет все хорошо выше планира ниже планира происходят тут месиво может как мясорубочка легкая даже тут стеклянный вон дух месли носятся красиво работаем пытаемся выбрать максимум где нас летит по моему ниже меня диску диску тут блин как-то раком совершенно прилетел бланек это конечно мне очень не понравилось как бланек тут рубанул ну ладно виднее бланеком вообще конечно круто смотрите сколько планиров в одном наборчике это нужно три глаза смотреть а тут еще снимать приходится но зато каков контент огонь вот час очень красивый друзья вид через форточку посмотрите незамутненный да прям ух очень красиво ну друзья как собственно подходит старт выглядит старт я сейчас к нему буду подходить вот осталось совсем чуть-чуть подойду к старту из возьму пересеку стартовую линию 100 метров я на этом потерял сноситься так далеко не имела смысл она раньше была разворачиваться но моя ошибка так вроде как мы пересек и собственно стартую так и ближайшее облако по ветру вот таким курсом попробуем под него он все стартовать летят выше меня соответственно довольно существенно причем ну ладно погнали полетим не знаю я пока сомнения как это упражнение лететь попробовать сначала недалеко сходить чтобы тут не приземлиться сразу по идее надо все ткнуть и ноги приземлиться на аэродроме в общем-то особо выживаться не надо вот мое ощущение по погоде я набрал высоту на вот этой излученной красивой речке иду к облакам которые получается по направлению маршрута в южнее аэродрома формируется некоторая гряда но по крайней мере видно что облаков больше попробуем немножко здесь летать полетать я уже почти зашел в эту зону первую которую нам нужно взять естественно иду в зону хорошей погоды высота мы 900 метров 1200 мы набрали перед стартом ну не высоко конечно сейчас у нас сегодня все я думаю что будет очень высоко здесь я иду к первому облаку гряды рассчитывая собрать все по максимуму под этой грядкой потому что это некий шанс немножко пройти вглубь зоны и соответственно под этой же грядой попытаться вернуться назад по идее вот мы уже коснулись зоны то есть я наверное мог бы чуть ли не все уже разворачиваться отсюда вот она сообщил прибор что взор взяли но мне же надо высоту набрать высоту набрать лучше по ветру когда я буду в общем-то смещаться меня будет ветром сдувать в сторону нужную мне пока потока нету конечно меня расстраивает снизу все есть речка излучина то есть по формулам по всем по всей логике должно быть но нет и я поворачиваю под грядой вот под всю цепочку рассчитывая где-то вот здесь вот взять все-таки поток тяжелая погода конечно очень тяжелая еще не скажешь вроде запил приборчик попробуем сделать первый кружочек разведывательный место хорошее граница леса речки ну и собственно с логики что где-то отсюда должен уходить поток который дальше уходит к под облака вроде все пока все хорошо значит начинаем набирать спокойно вполне себе рабочий поток главное очень не продуплить 37 километров в час ветер 40 но вот эта проблема которая деревяшек наших то у этой деревяшки принципе по маршруту скорость метров 60 70 средняя поэтому если у нас еще и добавляется ветер то пройти по маршрут на дереве становится крайне тяжело я сейчас потом потоки протянул против ветра сделал видимо правильно потому что набор достаточно устойчивый высота прям видно как визуально растет по стрелочке я терплю мне спешить некуда ко мне прилетают коллеги друзья я сделал то что принципе делать не часто не стоит это против ветра вернулся против направления маршрута вернулся в поток который нашел планик но это было оправданно потому что поток реально сильные мощнее чем мой который был и большие ошибки я не совершил но как бы тоже тут уже скажем так сколько я здесь наберу видимо немного вот этот планик со мной вместе болтается вот он пришел на моей высоте ну за счет более сильного потока обогнал меня сейчас в наборе потеем но вот тот случай когда наверное хоре да и планик собственно это тоже решил видно но сейчас интересный момент когда мы сможем смотреть по сравнительно динамическое качество наше и плане к то есть ставим примерно одинаковую скорость и идем вперед но в данном случае плане меня догнал то есть я потерял много времени слабом потоки но и соответственно это в общем-то был ошибкой ну да по качество динамического я чуть-чуть капельку делала возможно ну собственно за счет чего и гандикап все таки не зря там в процентах он я не помню какой он гандикап вот мы видите уже на одной высоте с ним находимся да ну сейчас движемся по маршруту ну там впереди вообще кто-то летит лучше нас на деревянном планере обогнал нас смотрите-ка вот так вот кажется что тут это хорошо летишь а на самом деле летишь хреново мысли у всех сходятся вот под это облако лезть я считаю что надо под его правую сторону есть потому что там в принципе должен быть и поток потеем включил отсос воздуха но это пенос доверно надо его фотографию сделать друзья летит мой друг бенос летит выше меня посмотрите как красиво если скорость брошу будет легче его сфотографировать ну что мы тут имеем с гуся ничего достойного внимание набираем потихонечку как-то меня здесь немножко потянуло но я менял батарейку на телефоне на камере продуплил поток сейчас делаю большую разведывательную спираль и буду искать его потому что без потока и отсюда не улечу высота у меня девятьсот пятьдесят метров нельзя в общем-то сильно ниже опускаться вот это вот здесь меня хорошо потянуло попробую чуть сместиться сейчас я против ветра удачно надо против верно если что это следующий облачко против против ветра наверное смогу зафигачится но очень хочется что меня здесь возьмет вот вроде как поток есть стою спираль аэродрома литуса у нас да очень тяжело деревянном плане или против ветра фигачить высота конечно против ветра тает стремительно ничего не поделаешь и набирать ее достаточно сложного часы вывалился из потока и поток сдувает по ветру вот я вывалился где-то неудачно очень меня выплюнуло и прям совсем сейчас попробую стать пожестче в эту спираль пример на максимум скорость на минимум планер трясется но вроде как я в потоке ну больше тысячи уже но многое не наберу тысячу сто еще сто сто пятьдесят метров и нормально очень не хочется низкие высоты падать вот прямо по курсу против ветра стороны аэродрома формируется такая достаточно приятная грядочка хочется верится что и смогу воспользоваться вернуться сейчас потока слабее потому что уже собственно он близок мы близки к инверсии которая собственно не дает облакам образовываются но пока эти полтора метра в секунду вполне можно выбирать я видите очень большое время потратил на то что потока центрировать фу так ну что смотрите какая тактика у меня сегодня могу сказать ребята пошли дальше ну может быть с какой-то точки зрения лучше больше быстрее потому что в ту сторону погода хорошая но у нас сейчас кусок против ветра до поворотника и надо понимать что этот кусок нужно будет брать по облакам которые исчезают и я на данный момент могу достаточно быстро против ветра туда сигануть взять поворотник 2 и дальше долетывать и надо понимать что времени у нас два часа на маршрут я уже вылетал почти первый час мне нужно 32 километра против ветра пройти взять поворотник после этого минимум на 32 километра мне нужно сейчас на минимум полчаса времени потом взять 2 поворотники вернуться домой поэтому я не уверен что имеет смысл далеко улетать как ребята пошли от аэродрома ну и вот час вот я рассчитываю на вот эту гряду она идеально 12 градусов надо вправо но это вообще можно считать что ерунда то есть пока вот эта гряда есть я рассчитываю что я по ней достаточно качественно дойду до аэродрома вот меня придерживает сильные потоки я буду брать естественно ну всякую мелочь нет и 100 километров в час я ползу потому что нули не имеет смысла даже вот я чуть-чуть набираю не имеет смысл эту высоту тратить тактическое положение у меня час для прохода во ко второму поворотнику я бы сказал зашибательская ну посмотрим насколько это можно будет реально будет реализовать 31 километр до зоны до поворотника на чтобы понимали впереди мне нужно вот этот весь лес перелететь вот хороший поток вот это тут наверное я пожалуй сделает кружочек один хотя бы чтобы поддерживать эту высоту которую у меня есть раз так потянуло хорошо я не делаю ставку сегодня на высокую скорость потому что опять же как первый день задачи будет просто долететь при таком ветре риск сесть на площадку это ну наверное не буду больше я тут набирать все нормально сделали один кружочек еще 250 метров набрали гряда впереди то есть если я сейчас завожусь то я рискую потерять вот этот не знаю подмогу гряды она сейчас есть на наш тоже не вечная сейчас быстренько проскакиваю зону минусов до 120 а потом в зоне полюсов где меня будет придерживать последующим облаком опять буду медленно лететь ну и так буду хромать против ветра до поворотника с поворотником что хорошо что можно будет в принципе если что-то подеть пойдет не так около него взять и приземлиться на аэродроме с другой стороны возможно я перестраховываюсь и вполне наверное можно было по грядам летать более смело и агрессивно рассчитывая что гряды работают все тут будет классно держать и чё-то типа надо валить на максимум и рассчитывать что дистанцию можно привести будет побольше но я понимаю так что дистанция дистанции мы вполне можем во второй зоне если что разгуляться она примерно здесь здесь вполне себе такие рабочие места и самое вкусное место здесь вообще принесли вот этот лес впереди то есть вот это вот место где довольно часто бывают хорошие гряды хорошие динамические потоки один динамики термические потоки то есть примерно то же самое что сейчас именно именно поэтому я рассчитываю что я немножечко за счет выгодном месте нахождения большего наверное могу попробовать сделать больше ну посмотрим то есть у каждого своя тактика посмотрим к чему придет моя тактика меня прямо по корсу ближайся облака мы для него нормально вполне доходим скорость 120 ну и дальше видите вся цепочка вот ветер сейчас вот он ветер на картинке вот мы ровно идем на поворотник соответственно вот гряда практически на поворотник нас выведет эта ситуация может быть идеальная для с точки зрения полета город алитус как вы наблюдаете раз не знаю что это за завод можно будет посмотреть википедии что же такого валитусе делают такой здоровый впереди облако хорошая рабочая прям огонь летим здесь я буду набирать но если под этим облако меня что-то вытянет ветер чуть слева поэтому я чуть-чуть поворачиваю налево захожу по центру облака и буду налево подворачивать против ветра по идее поток должен быть с наветренной стороны облака вот видите есть что-то тянул триммер протягиваю вперед попробую сделаю кружочек высота тысяча у меня то есть 100 150 метров можно набрать если я все-таки здесь нормальный потопки найду что вряд ли но облако там красиво рабочие поток должен быть то я пойду дальше но вот видите нет все хорошо 100 метров я набрал ну 50 не все-таки слабенько дует попробую я рискну пройду все-таки следующему облаку там должно быть хорошо и облако красиво и границы его поле лес прям огонь должна быть почему я сейчас не останавливаюсь то потому что потоки сегодня судя по всему более сильные ниже то есть прям под облаком воздух инверсия очень сильная почему облака вверх не растут эта инверсия очень сильно тормозит потоки поэтому если я буду сейчас болтаться под кромкой то я почти ничего не буду набирать меня будет сдувать ветром я к цели двигаться не буду а мне все-таки еще осталось 24 километра до поворотного пункта да весело я не знаю смелые ребята конечно ломанулись дальше я вижу что даже может я погорячился у меня видите был хороший было преимущество в том что я крайне удачно цепанул поток за него пропустили я его взял выбрал 1200 стало понятно что ведь возвращаться нужно против ветра луча на максимально возможной высоте выгодно я набрал максимально выгодную в максимально большую высоту и пошел то есть вас по как надо увеличить скорость минуса пошли то есть а могла быть ситуация что я бы сдувался 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 потом и понял что ну кирдык уже слишком и далеко и высоты нет развернулся бы с малой высоты пошел против ветра и тогда ты идешь где за ту теряешь идет нужно тут теряешь идешь высоту теряешь набираешь тебя сдувает набирает сдувается вот эта вот игра длинная и не очень удачная может закончиться ничем хорошим поэтому моя тактика как обычная осторожность так и мы сейчас наткнемся на неприятнейшую ситуацию что нас кончится впереди облака опять придется идти к аэродром по голубому небу часто вот у меня облако огромное и впереди перспективка есть и сейчас вот здесь под этим облаком конечно надо набирать кромку о тем более ведь какие поклёвки идут хорошие я иду против ветра считаю что более сильный ядро все-таки будет против ветра я конечно может стоило и закрутить тут ведь у меня еще очень сильно мешает то что я ручкой дергаю когда поклёвочка идет и у меня это все сильно сбивает весь вариометр у меня механика этот не компенсированный то есть я ручку тяну у меня все приборы 1 2 показывает плюс это конечно очень неудобно ну ладно я это и учитываю вот сейчас например я не взял поток потому что думал что это больше заброс от вариометра да сейчас уже неприятно вот это облако пока де-факто последняя у меня последняя надежда вот вроде как пошел плюсик да хорошо вот это я буду брать все никаких гвоздей даже если это будет более менее слабый поток надо брать мы здесь дальше не пройдем но 850 метров ниже я просто не хочу опускаться место козырная потом вроде как есть в 18 метров секунду на среднители так подскакивает немножко скорость мы будем работать чуть-чуть протянул вот сюда чуть-чуть буквально капельку протянули нет не попал не попал и вроде как пиздро и нашего потока сбоку он получается немножко да а дальше нужно просто здесь нужно набирать максимум чтобы банально даже вернуться на аэродром и там в конце концов взять точку приземлиться чтобы не садиться на площадку очень не хочется на площадку на ветропланили хотя в принципе ничего там страшного нет ну как хороший какой по точке взял зашибись ну вот все друзья сейчас выключу камеру потому что ну что там набор набор то есть я буду сейчас долго и нудно податься набирать высоту в этой красоте панорамку сниму чтобы моими глазами посмотрели на по глазами камеры посмотрели как же это красиво вот это такой рев вае ометра можно сказать это прямо он вселяет вселяет оптимизм меня это значит что я молодец это четырех метров в секунду 48 на среднителе вот это поток а я до этого видели в каком-то здесь говне болтался так что вот это прям очень хорошее место продолжаем набирать итак я набрал 1300 метров ведь как меня сдуло прилично за набор цепану вот это облачко и потом под грядой дальше по полезу в сторону города преной вариантов других и нету и линию я выбрал классную потому что ни справа ни слева никаких приличных линий нету это прям меня очень радует что я такой молодец но высота конечно тает стремительно так сейчас оп опять же не обращайте внимание на этот писк это скорее всего заброс да видите вот он кончился не поток кончился это я то что сбросил энергию вот теперь вот таким наверное курсом вот это облако сбоку оно мне конечно нравится надо за каждое цеплять на самом деле я летаю при этом видите то влево мне надо подвернуть то вправо но лучше цеплять каждое облако и под ними иметь шанс взять поток чем сейчас ничего не взять впереди у меня большой лес и очень мне не хочется через этот лес проходить внизами на 110 км в час я иду вот сейчас меня начинает придерживать вот этим вот потоком скорость я не меняю я прям внимательно смотрю чтоб я ее не менял меня придерживает но видите поток не очень сильный но хотя бы чуть-чуть придержала высота 1100 вот сейчас повеселее немножко а теперь внимание вопрос да я сейчас иду ровно на поворотник поэтому пожалуй я возьму облако прямо по курсу и потом следующее над центром леса ну вот это вот мой шанс наверное правильно пролететь почти строго против ветра лечу с правой стороны стая аистов ой посмотрите какая прям туз аистов перелетные аисты какие-то может они прилетят ко мне в поток сейчас потому что у меня скорость то повыше чем у аистов ну видите все летят в одно и то же место я и аисты это радует залез под облако ветер в правый борт ну где-то сейчас здесь должен быть поток здесь нам надо набрать опять 1200 чтобы чувствовать себя несколько увереннее оп ну ничего нету как вы видите вот вроде как ну давайте попробуем подождем аистов заодно аисты ку-ку прилетайте у меня вроде как поток ну так себе конечно поток но я еще видите не отцентрировал не нашел его центр сейчас немножко смещусь и глядишься по нем самую вкусняшку облако над лесом стало более сырым сдулась но в любом случае я запомнил его положение потому что даже без облака там будет в наличии энергия то есть фокус то в том что это все остается 1050 50 метров и набрал это немного вот вроде как получше стало это плюс еще плюется все пузырями то есть есть пузырь нет пузырь бам-бам прыг-скок надо отцепить зубы сейчас и терпеть и запомнить что день не является скоростным а он не является надежным то есть выиграет тот кто достаточно надежно пролетит этот маршрут в то же время еще и ко всему не сядет на площадку 1100 метров высоты ну вот так потихонечку я 1200 наберу без шума и пыли конечно очень жаль что облако распадается над лесом которое было но зато там целая тусовка из облаков я думаю что нибудь да я возьму там все я перестал набирать высоту это просто слив слив времени и уже в данном случае высоты то есть я уже не набираю теряю эту высоту так ну что 1100 да в лаком то мы это тянемся конечно тем так бы хорошо было бы быть выше попробую протянуть вот против ветра на приборе вам видно как линия была как меня сдувало может быть вот впереди вот или вспышечка это будущее если формирует все облако во тем более как меня закинуло это был забросы как вы понимаете опять тот самый так ну что полетели минуса пошли 1050 метров нормально до облаков прям по курсу я сейчас единственно надо не гнать это не такой сильный ветер чтобы лететь на 130 км в час просто минуса прошил за потоком сейчас задача прямо по курсу облачка над лесом было лучше это все выглядело ну летим в любом случае будем всю эту конгломерацию обшаривать и мне надо высоты там набрать потому что дальше у меня будет прыжок к следующей зоне впереди вижу планер набирает то есть я зашел под облачко которая мне понравилось ну я вижу что впереди стоит в наборе планер соответственно я здесь под своим облачком набирать не буду хотя конечно мог бы наверное я вижу что по направлению маршрута следующим по следующим облакам стоит планер поэтому я грубо говоря использовал энергию от этого облачка плюс еще от следующего тоже единственное что меня тревожит что планер достаточно медленно высоту набирает я сейчас набираю быстрее него напрямую но ладно значит я возможно погорячился а может мне просто так кажется вот сейчас вроде как он лучше небольшая у нас разница по высоте какой-то спортивный планер набирает он в чистом небе до облака впереди он еще не долетел сейчас посмотрим насколько у него сильный поток в любом случае если он что-то крутит это уже не ноль а не ноль значит мы это можем использовать видите он там мечется сейчас против ветра протянул главное чтоб он не каким-то нибудь там двоечником не отказался а бывают такие двоечники отстающие вот такому двоечнику присоединишься и пиши пропало нет это не двоечник только двадцатый лак но я не вижу чтобы у него было что-то приличное да пошел он дальше показывать мне стыдно стало что ноль-доль крутят пошел дальше высота у нас 900 да ну вот здесь надо обязательно брать потому что дальше будет хуже ну и вроде как все для этого есть есть коллега есть облако я надеюсь что у коллеги работает вариометр по-человечески все хорошо ну коллега взял правее и возьму левее чтобы мы прощупали большую часть облака вот он закручивает значит у него скорее всего что-то есть я пока этого не вижу но скорый сбрасываю вот сейчас да чувствуется есть энергия чуть-чуть еще буквально капельку можно закрутить какой внизу лес большой и страшный обнимает меня потоком зашибись просто восхитительно поток хороший наследительнее сейчас 3 метра ну это еще там плюс заброс но в любом случае вот здесь будем набирать и набирать максимум очень хорошо ну посмотрите друзья моими глазами на красоту окружающей природы пока у меня стремительно растет высота вот у меня уже километр да и облако под которой мы шли оно сейчас растет в фазе роста это очень радует хуже всего подойти к облаку стадии смерти ну и такое бывает судя по всему надо чуть-чуть протянуть вот ту сторону куда крыло показывает ну видите у меня даже на компьютере более-менее это видно вот так вот как запил вареометр сразу приличней но тоже с этими протянуть нужно не заиграться вот планер тоже набирает неизвестно у кого лучше мне кажется у меня лучше то что я сейчас по высоте обгоняю да знаете удел я его но он не хочет со мной в одном потоке стоять он крутит какой-то свой ну и ладно не больно то и хотелось у меня одного среднителя три с половиной метра в секунду чего еще желать то 1200 метров высоты я думаю что еще метров 150-200 мы наберем и как только поток выключат я пойду дальше если бы я по ветру сносился я постоял подольше все равно несет но сейчас не несет сейчас меня несет не в ту сторону куда мне нужно ветер 18 км в час слушайте но ветер на высоте стал менее жестким поэтому не думаю что теперь для ребят будет проблема вернуться ну я свое решение принял по своей тактике я рассчитывал что все-таки ветер по прогнозу сильный то есть он должен быть 36 км в час а то что он 19 возможно дает вот это наличие потоков то есть ветер подстроился под меня видите стыдно стало пользуйся пользуйся пока тебе ретро класс показывает куда лететь вот 1300 метров у нас 1400 может даже удастся набрать сейчас вот в этой фазе друзья главное не завозиться то есть главное не пожадничать и не свалиться в ситуацию когда уже и подъем нет а ты перемяливаешь перемешиваешь эти сопли но с учетом того что у меня впереди дорога к аэродрому нужен максимум высоты я тут чуть-чуть готов даже вот эти вот сопли пожевать уверен что наверное нет все-таки нет не готов я сейчас протяну если на подъем будет подъем какой-то то пес с ним еще постою а нет посмотрите какое красивое жирное облако впереди образовалось вот меня и так придерживает вот видите я удачно крайне вышел вот и теперь внимание вопрос стоит ли вот идти десять километров до поворотника я смотрю имеет ли смысл шариться на это облако не имеет смысла вот на это облако справа идти просто потому что вот он поворотный пункт прямо по курсу и облако это совершенно мне не к черту и лучше вот эти вот вспышечку возьму видите какая микро вспышечка они тоже в общем то все работают мне не так далеко до поворотника этого дойти проскочить его насквозь потому что вот эту зону если у меня запас по высоте будет выгодно пройти против ветра по максимуму и потом с малой высоты начать набор но это с точки зрения скорости выгодно так то в общем то мне пофигу но дистанция мне тоже нужна сейчас потому что мне еще осталось летать 14 15 45 минут мне потом вот в эту зону еще лететь раз ну как вы видите вот я иду в эту зону в пределах зоны я могу немножко вилять вправо влево и у меня такое ощущение что хочется конечно вильнуть вправо но сильно вправо вильнув я выскочу из зоны но не попаду прям вот таким даже курсом я на край попадаю поэтому я все таки подворачиваю по центру и ну просто на обратном пути цепану какой-нибудь поток и буду с ним сноситься по ветру и попробую добраться опять до вот этой местности где все хорошо иду в зону против ветра потому что у меня скажем так избыток высоты моя высота текущая 1100 метров мне выгодно эту высоту растратить пройдя по максимуму вот эту зону против ветра несмотря на то что в ней погода не очень у меня впереди облака я пожалуй до него дотянусь и под ним развернусь я тоже не буду рисковать залезать в эту зону плохой погоды ну или в задницу но хотя бы немножко потратить высоты могу ну собственно что я сейчас и делаю а почему против ветра то что меня придерживает я практически сейчас вот только что недавно снижался медленно то есть линия вот этих восходящих потоков цепочки гряды они существуют и в чистом голубом небе и в этом случае ты видишь облако и нужно очень строго поймать против ветра линию и вот в моем случае видите передетающая вспышка она показывает мне где была энергия но есть приличный шанс что примерно в этом же месте энергия останется я взял азимут там такое желтое поле вот я на него лечу вспышка уже растаяла я примерно расстояние до нее помню ну соответственно немножечко пройду в ту сторону еще чуть-чуть но недалеко до 900 метров разменяюсь и развернусь по ветру время 14 часов 22 минуты то есть мне осталось летать 40-38 минут ну вот надо максимально свое тактическое положение использовать видите виду против ветра не снижаясь тут если поток какой-то сходит то вот от болот которые впереди могут быть у меня снижение не очень большое 08 метров в секунду меня периодически придерживает поэтому вот видите сейчас даже плюсик ну как вот в таком плюсике не пройти вперед мы практически прошли как вы видите зону до конца дальше я не могу идти а вилять влево куда-то никакого смысла тоже не имеет поэтому я сейчас буду разворачиваться и переключаю переключаюсь на следующую зону оп какое что мне советует компьютер компьютер вот таким курсом доволен соответственно я таким курсом и иду то есть на ближайшее облако которое у меня присутствует вот оно и теперь моя задача здесь уже выбрать по максимуму сходить клюнуть зону смотрим что мы имеем с гуси по сути это там нужно сходить опять вот под те облака за краем леса то есть я сейчас буду крайне удачно летать в той зоне где хорошая погода что я и хотел при этом вот смотрите сейчас я мне надо было бы вправо идти но я лезу под облака щупаю здесь то есть мне нужно обязательно сейчас набор сделать щупаю если здесь поток пробую оп вроде как есть и встаю у меня сейчас совершенно не важно уже по ветру сила этого потока ну важно конечно чем быстрее тем лучше но в целом у меня достаточно просто нормального потока чтоб я опять набрал высоту кромку и чувствовал себя свободно то есть по факту я задачу если я буду удерживать высоту на максимум на 1200 и сместившись по ветру в эту следующую зону я вполне себе смогу обеспечить возвратный аэродром что мне собственно и требуется мало того я отлетать буду на расстоянии де-факто сейчас уже до лета от аэродрома потому что вот эту зону я взял достаточно глубоко до конца опять же грамотное тактическое решение ой как же хорошо вот в таком наборе и когда у тебя что-то получается то есть вот на самом деле мои полеты обычные когда я летаю с учениками и так далее они кайфовые конечно очень но там ну да то тоже получается партия ты очень радуешься когда что-то складывается и да идеально а соревновательные полеты у них немножко другой вкус то есть ты летаешь и думаешь как ну обогнать соперника в хорошем смысле этого слова то есть ты летишь пытаясь выжить максимум из погоды из природы использовать вот эти какие-то свои тактические идеи ну прям это вот это все в кайф мне очень понравилось как я крайний поворотник взял то есть я прям считаю что это можно заносить в классику высота у меня 1100 еще чуть-чуть наберем и пойдем дальше по ветру ну друзья смотрите добра аисты мне поток показали влияем поток очень хороший я подошел под облако но под облаком же еще не понятно где поток будет аисты вон вовсю радуются стоят вместе со мной в этом поточке сейчас я совершил друзья ошибку сделал лишнюю спираль то есть уже не стоило набирать вот здесь видите здесь синяя вот меня там выплюнуло из потока и собственно с неприятными последствиями поэтому закончил набор встал на переход впереди облака до которых я дотягиваюсь под ними набираю и возможно уже можно будет финишировать 32 минуты то есть мне полчаса осталось там долететь туда набрать и домой ну вот аэродром рядышком наверное все таки еще следующее облако придется брать потому что если я развернусь под ближайшим то не долетаю время поэтому что-то в ту сторону и потом назад домой о коллега мой какой-то кто-то из нашей стаи смотрите тоже ретро класс отлично набираем в компании веселее будет это им еще надо пройти весь этот лес в ту сторону взять поток ну то есть я как бы пока в хорошей ситуации о! как красиво мы встали вместе оп ну мы крути вообще нулечки 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 1200 метров но я с этими нулечками вместе смещаюсь в нужную на мне сторону так время 38 минут ну чё надо идти дальше по маршруту ну что по маршруту я развернулся развернулся чуть-чуть вот осталось мне 15 минут долетать до аэродрома 17 километров но эти 17 километров все нужно долететь и сейчас мне нужно на 11 градусов влево подвернуть но я хочу под облако потому что мне не хватает высоты на долет у меня 900 метров 17 километров может не хватить поэтому я буду стараться вот здесь чуть-чуть добрать откуда собственно финишировать может быть меня придержит в любом случае у меня по калькулятору 26 градусов вправо нужно сделать подворот но он вроде меня сейчас придерживает как раз хорошо вот может встать в поточек попробовать здесь сейчас такие нежданные не обязательно грубо говоря должно быть облако чтобы был поток и мне сейчас нужно набрать метров хотя бы 200 чтобы я спокойно с запасом пришел на аэродром и не нервничал ну вот тысячу метров набрал удаление 17 километров но с километра по идее я должен даже при качестве 20 я должен долетать только вопрос будет ли у меня это качество 20 впереди есть облака которые по идее должны мне чем-то помочь 120 км в час моя скорость сейчас вот меня придерживает очень хорошо вот самом деле вот где был поток ну ладно фиг с ним уже погнали спешить мне некуда у меня осталось 13 минут времени до конца таска ну до моих двух часов который должен отлетать дистанция 16 километров ну вот как раз я примерно плюс-минус за эти минуты и долечу может быть минуту не долетаю ничего страшного тут вопрос уже надежности дальше сноситься не было смысла потому что сзади был не было были голубые потоки всякие прочее и грубо говоря лучше гарантированно долететь до финиша нежели сейчас слить весь этот день красивый и морочиться потом на площадках ну и нервничать опять же при перелете вот этого лесного массива видите как валим вперед 15 километров осталось тысячи метров высоты ну нормально все в общем все вроде как в норме попробую батарейку поменять в камере я на финишной этой самой прямой рад доволен должен долететь вроде как всего мне для этого хватает гнать сильно не буду где-то 110-120 и вперед лечу лес пролетаю, речку пролетаю там если что поля есть ерунда закралась трагическая ошибка в мои расчеты дело в том что аэродром ближе точнее финиш ближе до финиша до аэродром осталось 5 километров а до финиша 2 время 55 минут я 3 минуты не долетаю то есть у меня маршрут пройдет за 1.57 ну да 3 минуты достаточно много весит лучше перелетать 5 минут чем не долетать 3 минуты ну что ж это моя ошибка на текущий момент буду знать забыл я про эти 3 километра так старался все точно рассчитать но ничего страшного итак мы прибыли друзья на аэродром ну собственно вот он аэродром а вот кстати финиш получился черт вот не так все плохо смотрите я просто скорость бросил зря 50 50 50 50 58 я финишировал нормально может быть 2 минуты я не долетал зато пришел на аэродром на 400 метрах наблюдая планер который еще летает а почему бы к нему не подстроиться не подобирать вместе можем полетать еще ну что я доволен по крайней мере тряхнул стариной почувствовал вот эту всю канитель спортивную ну забавно ведь ну и сейчас можно так как финиш сделан поболтаться в районе аэродрома еще дурака повалять выбраться с малой высоты так конечно на нормальных соревнованиях боевых никто не делает то есть приходят все исключительно в ноль но видите перестраховщик я ну и потом кому охота разбирать вот этот замечательный деревянный планер если бы задача была знаете какую-нибудь прям ой 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 медаль выиграть наверное я бы рубился ну так это так для удовольствия с таким вот этим кайпом я сейчас полетал что совершенно у меня никакого желания нету прям сейчас там гнать обгонять азарт есть не спорю азарт прям есть сделать вот этот маршрут хорошо но видите вот он сделан с точки зрения наверное не ошибки в сторону максимальной надежности а проигрыша по скорости по дистанции вот за счет вот этой вот скорости максимальной надежности ну каждый выбирает для себя приоритеты маршрут завершен не знаю как быть довольным собой или нет я доволен с точки зрения спортивный можно было привести не привозить вот эти 300 метров высоты которые притащил на аэродром избыточной и с них выпарил и сейчас у меня уже 600 метров потому что конечно настоящий боевой спортсмен жжет высоту в топке скорости обгоняет коллег там и так далее и тому подобное но задача этого маршрута было получить от него удовольствие в конце концов езжу в отпуске и слетать его ну как надежно задача выполнена можно было бы лучше да я не долетал две минуты но это небольшой проигрыш дает мне ну посмотрим результаты ну по крайней мере кайфово мы летаем балдеем радуемся самая наверное прикольная часть полета сейчас пошла когда уже доплевать на я маршрут потому что мы его пролетели и можно просто дурака повалять в небе километр высоты и что я сейчас не знаю что с ним делать я добрал его просто для удовольствия и собственно сейчас дурака конечно повалять можно что нужно для этого сделать а там кстати парапланерный вот этот квадрат дорог парапланилисты летают вот как раз петля этого немана вот этот бирж на нас преной я думаю что можно сейчас попробовать сваливание еще поделать на этом плане капельку уменьшаю скорость до минимума и вот смотрите видите ручка упирается вот планер на скольки он у меня летит 50 в прошлый раз мы пытались топорить но по крайней мере скорости не знали но видишь он на 50 у меня вот он летит еще вот он как качается оп вот он и так и сяк ему не нравится но он он еще летит но не комфортно видите уже все все трясется ну и достаточно этой скорости просто дать ногу резко давайте попробуем раз правую свалился но я ногу отпустил соответственно он сразу вышел можно было подержать ногу закрутить но представляешь да друзья на кусочки дерева не перетяну там как бы за крыло то я не боюсь там фанеры дофига вот стабилизатор разуть или киль будет неприятно вроде как все это должно выдержать но поэтому закручивать прям штопор не хочу мне это мне это интересно начальный режим вот как как он сваливается как реагирует ручкой давай теперь левую сторону попробую вот качается зараза вот смотрите нос как опускает вот хитрован давайте еще раз так высота кстати надо следить за высотой в таких игрушках 700 один разочек и все не дает мне вот он нос постоянно опускает я его держу сейчас задрал сейчас удобно можно даю ногу оп свалился оп нормально но он даже раскручиваться не хочет то есть он свалился и дальше мордой в землю носом и выскакивает как пробка из бутылки конечно по штопору очень удачный планер но давайте посмотрим что эта штука может с точки зрения минимальной скорости спирали то есть вот я сейчас стою ну понятно что он на 50 стоять не будет но в самом поведении вот сейчас я сегодня боялся крутить ручка полностью опять же до упора скорость вот он на 50 летит со скольжением конечно он уже сыпется он даже наверное и неэффективно летит тоже качается ну вот вот контролируемое сколько можно вот сейчас 60-70 на 60-70 он реально контролируется на нем можно наверное было бы парить но вот знаете как бывает ну не комфортно то есть вот планер мне нравится мне как он себя ведет то есть он такой вялый противный такой фубе как говорит мой макс вот а вот допустим на 70 вот сейчас смотрите никаких фубе на 70 стоит спокойненько в поточке вот прям лапочка ну все значит нужно как я собственно целый день сегодня летал 70 км в час и никаких гвоздей эх петлю на нем делать в принципе можно было бы если бы он был перетянут и проверен ну а так все таки знаете как бы жене я обещал быть приличным мальчиком не хулюганить поэтому разве что мы его сейчас разгоним до до 180 посмотрим давайте попробуем ну вот 180 желтый сектор дальше особо лезть неохота ну летит ничего с ним не происходит аааа да валит он триммер надо переставить валит он будь здоров ну смотрите 600 метров что он по запасу энергии может 600 метров оп если до 100 сбросить ну почти ничего него не отдает может немножечко запаздывает прибор но кстати на gp вот на этом будет поточнее давайте разгоняем опять на 180 по gps этому самому высотомеру 600 метров да и на себя ручку 612 620 666 670 ну так что-то такое нормальное ну что аэродром чтобы вам еще такое показать раз тут такая красота вот чайки внизу набирают высоту эх давайте в речку спикируем эх эх хэхэхэхэхээхээ Так, сколько, чтобы не ниже 400 метров, потому что это будет уже некрасиво, я буду мешать тем, кто может там на аэродром прийти на базовой высоте и заходить, захочет зайти на посадку. Вот такой я люблю, конечно, чуть-чуть пошалить, но в целом, конечно, на старом деревянном планере шалить, это, конечно, не для него, надо его просто пожалеть. Видите, ну как же красиво, если хочется вот это летать, то есть впитывать все эти виды, не знаю чем, чем-нибудь впитывать. И видите, работает край сочетания речка и поля вокруг, постоянно срезают потоки, давайте что ли покажу, как мой планер сзади выглядит. Ну а что, может еще старичок? Сколько у нас? 500 высота, высота не кончается, видите, тысячу, которую я набрал, как я ее не хочу сбросить, ничего у меня не получается. Ну ладно, слетаем на аэродром, на самом деле, наверное, нужно заходить на посадку, потому что сейчас посыпятся планера большие, белые, красивые. Стеклопластиковые, пенопластовые, хотел сказать. И я буду им, собственно, мешать. Здесь переговариваются пилоты белых стеклопластиковых планеров, которые летят по маршруту сейчас, и там типа ты с водой еще летишь. Ну да, с водой. А вода в такой день нужна, потому что против ветра летится, и вообще вода позволяет скорость нарастить. Потоки-то достаточно сильные. Собственно, зачем планер утяжеляют? Что такое двигатель планера? Двигатель планера – это его вес, накопленная потенциальная энергия, собственно, высота, умноженная на вес планера. Поэтому, налив воду, вы увеличиваете возможность планера лететь на более высокой, на более, скажу, там, скоростной части поляры. И планер такой конфигурации пролетает в маршрут быстрее. Поэтому даже это настолько выгодно, что на всевозможных соревнованиях есть весы, на которых всех взвешивают, там, достаточно строго. Вот. Ну что, давайте я, наверное, запокажу заход с прямой. Притворюсь, что я на долете. Мы никому не скажем. 400 метров у меня высоты. Я дойду сейчас от аэродрома подальше на 3 километра. И доложу, что 3 километра с прямой сажусь. Так, я доложил, что я с прямой сажусь. Но смотрите, как это будет. И так, в принципе, обычно фидишируют все пилоты, которые не такие двойчники, как я. То есть они летят на аэродром, на минимальной высоте, там, над елочками. И так далее. Чтобы дотянуть до аэродрома совсем низко. Собственно, как мы сейчас это и сделаем. Так, ветер у нас понятно откуда. Ну так, главное здесь не заиграться и не приземлиться в этот лес. Давайте я пониже спущусь, чтобы вам пострашнее было. Мне-то все равно. Я знаю, что у меня в энергии скорости запас огромный. Ну, кстати, надо бы, наверное, ее сбросить. Выпуская воздушные тормоза. Потому что мне потом весь аэродром не пролететь. Вот. Сбросил до 150. Знаете, как бы некрасиво будет. А вот, подхожу к краю аэродрома. Типа, раньше у нас бывало так, что финиш был на краю аэродрома. И приходилось финишировать вот так, на крае ржи какой-нибудь в Орле. Будем считать, что полоса это край ржи. 150, и типа, бабах, финиш пройден. Ну, а теперь можно просто над полем долго-долго лететь. Скорость у меня 150. И скорости 150, падающие постепенно. По идее, мне хватит долететь до ангаров. Вот 120 еще. Вот тут раскачал немножко планер. Вот сейчас будет 100. Придется еще воздушные тормоза использовать. Ведь как летит, летит, на 100 летит. Как эти птицы ко мне прилетели. Все летит и летит. Вот, блин, тормоза выпускаю. А то так я ангар пролечу. Вот вам и. Вот вам и деревяшечка. Да, если бы тормоза не выпустил, я бы в лес улетел. Лучше чуть-чуть не доехать, друзья. Нежели слишком много. Вот видите, он как у меня потом носиком клюет. Ох. Все. Спасибо, вариометр. Это отлично звучал и отжурчал. На небе не облачко, как вы видите. То есть, почему мы старались... Я старался на маршрут как можно раньше улететь. Да просто потому, что была возможность лететь под облаками. Это, конечно, сильно упрощает полет. Понятно, где искать потоки. Поэтому с точки зрения времени вылета на маршрут правильно, с точки зрения тактики относительно конкурентов неправильно. Потому что они улетели минут на пять позже. Соответственно, потом меня догнали, имели постоянное преимущество в этом отношении. Ну, уже могло быть наоборот. Считают результаты, посмотрим, что получилось. Ну, по крайней мере, я доволен полетом. Погода завтра портится, послезавтра не велик шанс, что мы еще слетаем. И поэтому мне было хотелось просто пролететь красивый маршрут с работающей скоростью, со всеми пирогами на вот этом моем старинном деревянном планере. И я им доволен. Я даже считаю, что я просто не реализовал сегодня все его возможности из-за того, что просто постоянно перестраховывался. А планер-то летит просто чума как. Ну что, у нас закончился маршрут. Соредования еще не закончились. Ну, а маршрут был сегодня клевый. Мне понравилось. Я уже в полете все рассказал. Павел теперь расскажет Бенес. Тоже хорошо. Ну, только ветер сильный был для моего шпаться. Это, ну как, челлендж. Да. Не, ну это было... Даже тут я на вот этом вот скоростном уже болиде. И то весь полет переживал за ветер. Приятно было, что сегодня все вместе летали. Ну, там понемножку... Хорошо видно. Да, да. Видели друг друга. Павел и Кэп Тау, как тебе? Классные фотки получились, еще раз говорю. Так что надо было соревноваться только для фото. Для ради фотографий? И сокола видели. А я гандросов этих... Гандрос это этот... Как же его делало? Кто сидит в гнезде? Ну, аист. Аист? Да. Ну, да, гандрос. Гандрос, во. Так что, может быть, кому-то и детей он занес. Занес? Отлично. Там табунами эти... Там съездили столько детей. Ужас, ужас. Ну, вообще польза от них только одна. Так. Ну что? Я считаю, что крайне позитивный день. А где наши друзья еще? Летят где-то? Ой. Ну, я думаю, ненадолго еще. Аистанция не помедленнее будет лететь? Не знаю. Сейчас покушаем обед и... Да, мы там прилетели, у нас самый главный обед. Самое главное в этих соревнованиях душевность. Вот она присутствует. Нас мало. Ну, мы еще не все. Там еще кто-то летает. Но в такой приятной компании вообще можно вот... И не летать, в общем-то. Хотя тоже полетать иногда немножко нужно. На этой оптимистичной ноте мы планируем в ангаре обедать. До новых встреч, глубоко уважаемые любители летных видов спорта. До новых позитивных роликов. Весу гяру!